Как вы считаете, вредит ли коррупция российскому обществу? Да, вредит. Я тоже думаю, что да. Чем вредит? Блин, берут взятки и живут хорошо, а обычные люди живут плохо. Нет, коррупция это замечательная вещь, я считаю, очень помогает людям. То есть нормально, заплатил лучше менту, да, и не ходил в сберкассу? Да, отлично. Почему бы и нет? Не знаю. Да, разумеется. Она его развивает. Развивает, конечно. А что в ней плохого? А что в ней плохого? Ничего в ней плохого нет. Это же прикольно, когда можно купить за деньги любой закон. Классно, да. И вообще есть, на самом деле, очень круто, потому что есть такой общий врат, коррупция. Не все даже понимают, что это такое, зато против него можно объединиться и все вместе ненавидеть. Пожалуйста, это... Повторите, пожалуйста. Как я сказал, это сложно мне ответить. Вредит ли коррупция обществу? Коррупция, когда нарушение законов, деньги дают? Ну, я понимаю, но просто... Это вредит обществу? Ну, может быть, лучше не спроси, потому что вот я сейчас все не понимаю, вот, к сожалению. Как я сказал, что вот... Давай тогда второй сразу. Давай, давай. А какой у нас второй? Извините, ребята. Ничего страшного. Я плохо в русском. Все окей. Да, вредит, конечно, но от этого никуда не денешься. Это закоренелая система, и все равно коррупция будет всегда. Коррупция вредит любому обществу. 100% вредит. Чем вредит? Ну, тем, что те, кто оказываются, так скажем, не у кормушки, да, как это принято называть, стремятся туда попасть. И, соответственно, если ты хочешь честно жить и зарабатывать, то ты обречен на нищенские, так скажем, условия. Но это же очень удобно. Заплатил менту, и не надо в сберкассу уходить. Зачем менту платить? За что? За нарушение правил дорожного движения. Нам прививают, так скажем, преступное мышление просто. И получается, что так называемый уркаганский слой от самых низов и до верхов, как бы, ну, не знаю, во что это превратится через 20 лет. Несомненно. Нужно ли с ней бороться? Имеет ли это какой-то смысл? Видимо, имеет. Ну, разумеется, нужно. Вопрос в том, как бороться. Да, было бы лучше, если бы этого не было. Ну, в качестве развлекухи, да, можно. Ну, не ставлю, не ставлю таких больших целей, там, не летая в облаках. А вы представляете жизнь вот с этими законами, если они не будут за деньги продаваться? С какими законами? Которые сейчас. У нас же очень тяжело по закону делать. Ну, слушайте, вот Саакашвили же в Грузии как-то смог победить эту историю. Ну, наверное, и законы можно переписывать, это же тоже не догма. Слабовато. То есть нормально, лучше с коррупцией, да? Не лучше, но если так будет, то к хорошему мы привыкнем, а представить без, когда ты уже к этому привык, как-то сложновато, конечно. Это будет лучше или хуже? Думаю, лучше. Не знаю. Нет. Может быть. Это будет еще хуже, да? Почему? Это будет печально. Я думаю, не будет хуже. Если все будет правда, справедливо, будет все нормально. Нет? Представляю, конечно. Будет лучше или хуже? Ну, какое-то время будет хуже, несомненно. А потом лучше. Потому что, как бы, вектор поменяется, конечно. И будут недовольные массы. То есть те, кто с этого сейчас что-то имеет, конечно, они будут противиться. Но как ты? Там, грубо говоря, при средней, даже хорошей зарплате в 50 тысяч рублей, сейчас будет достаточно сложно купить квартиру. Ну, или давайте просто простейший математический счет. Вот, допустим, есть мужчина с женщиной. Допустим, женщина беременеет, уходит в декрет. Появляется младенец. Как бы, а у него зарплата 50 тысяч рублей плюс ипотека. Что ему делать остается? Вот, как бы, какой выбор? Ему надо кормить раз себя, платить ипотеку два, кормить жену и кормить ребенка. 50 тысяч рублей – это такая цифра, которая любого человека вынудит в данных условиях искать какие-то неочевидные источники дохода. Я вообще себе не представляю здесь жизнь. Я хочу отсюда уехать, если честно. Скажите, а вы вот представляете жизнь в России, если вот эти законы, которые сейчас не будут за деньги продаваться? Да. Я 30 лет живу за границей. Из-за этого. Кому выгодны партнерские отношения с Россией и каким странам? Я думаю, Китай. Китай – это прям вообще must-have. Япония. А в чем выгода для них? Америка обязательно. По мне, так, сотрудничать нужно не с Китаем, а с Америкой. С Америкой, с европейскими странами, в том числе и с Японией. Для них в чем выгода? Ну, вообще, на самом деле, я бы объединился с Америкой, потому что это в данный момент одна из величайших держав. Я поддерживаю только Америку. А Америки зачем с нами объединяться? У них так все есть. Зачем с нами объединяться? Ну, потому что, во-первых, у нас… Им надо с нами объединяться. Почему? Ну, надо дружить. Нужно дружить и объединяться, потому что, на самом деле, если взять сейчас, посмотреть, что происходит в Китае, в Китае увеличивается численность людей. Также взять Индию. Ну, Индия как бы более такая лояльная, спокойная страна. Вот просто вот посчитайте, вот в Китае увеличивается численность людей. А что дальше? Во Владивостоке искупаются земли. То есть, в России очень много свободных земель. Ну, подумайте, как бы, ну, Китаю по-любому выгодно, как бы, дружить сначала с нами, а потом просто получить часть наших земель. Ну, вот я чисто считаю так вот. Все, это вот мое личное мнение. Поэтому лучше объединиться с Америкой, потому что, ну, в том числе сейчас есть Трамп, и я думаю, ну, мы многое сможем предложить. И плюс доллар. Мне кажется, доллар сразу же упадет. И нам будет проще жить. У нас должна быть система, похожая на Америку. Мы должны больше зарабатывать. Мы очень плохо зарабатываем. Это, ну, это проблема для общества. Каким странам выгодны партнерские отношения с Россией? Абсолютно всем. Однозначно могу сказать. На почве чего? Здравого смысла. Абсолютно точно, совершенно. Не важно, Африка это, арабские страны, Европа. Ну, вот Америки зачем мы? Нет, это вопрос стоит по-другому. Когда у них в голове возникнет мысль, что зачем вообще они нам, вот тогда им будет хорошо. Может быть, Украине? И все? Далее, может, Грузия, там, такие ближайшие страны, которые окружают Россию. Африка, например. В данную минуту, слушайте, очень много, наверное, почти вся Восточная Европа однозначно бывшая. А зачем им партнеры России? Ну, мы, в общем-то, энергоносители поставляем. Мы бездонный рынок сельхозпродукции для Восточной Европы, для бывшего постсоветского пространства. Мы, ну, сверхважный стратегический партнер, кооперация на постсоветском пространстве до сих пор сильно развита. Ну, в первую очередь, это Восточная Европа, постсоветское пространство. Может быть, отчасти Китай, Индия, как, ну, страны БРИКС, да, может быть, как... Китаю какая выгода? Рынки же все равно как-то взаимопроникающие, да, и, в общем-то, экономическая, ну, на мой взгляд, да, экономическая история во всем мире такова, что чем лучше живут все потребители, тем выше уровень потребления. Ну, и, разумеется, вот эта потребность продать что-то еще, да, она стимулирует развитие этого самого потребителя. Чем больше денег будет у твоего соседа, тем больше он тебя купит. Все, спасибо, до свидания. Да всем, конечно же, всем, по-любому. На почве чего? У нас прикольно, у нас классно. А им это нафиг надо, у них еще лучше. Не-не-не, где еще вы сможете найти сразу одновременно и очень-очень веселых людей, и очень-очень грустных, знаете, Sad Russians. Это Sad Russians. Китай. Финляндия. А чем, вот зачем мы им нужны? Какая им выгода с нас? Выгода с нас, во-первых, что, если это какой-то товар, обмен, то мы близко, и морской транспорт очень дешево обходится, то есть, ну, это чисто экономически. Ну, не знаю, другие страны. Мы же никаких товаров не даем никому и не поставляем никуда. Мы только сами покупаем все. Нет, неправда. Что, мы выдаем? Я точно не знаю, что, но что-то мы должны выдавать. По крайней мере, что-то, мне кажется, какое-то оружие мы продаем. Это точно я, дед, слышала. Турции. Зачем? Ну, оттуда везут фрукты, все сюда овощи. Я думаю, что это самое выгодное. Текстильные изделия из Турции везут. А больше никаких стран нет, кому выгодно? Китай. Китаю выгодно. Почему? Ну, техника всякая там производится. Те же, к примеру, текстильные изделия. Им выгодно, потому что их там много, а мест у них мало. Им выгодно, чтобы землю забрать, да, Россия? Я считаю, что да. Только малоразвитым странам. Ну, вот, то есть, ну, как бы хочется быть политкаретным, но, наверное, тем, в которых уровень жизни ниже, чем у нас. То есть, ну, страны бывшего СНГ. Там Узбекистан, Таджикистан. И, как бы, все совсем плохо, я так понимаю. Но, как бы, лично тоже сказать не могу, я там не был. Но есть предположения, раз такая миграционная политика складывается. Не знаю. Нет таких? Наверняка есть, но я в этом не разбираюсь. Вот, в мире? Ну, это вопрос интересный. Беларусь, как я знаю, вот, которые самые близкие, вот, СССР, да? Еще какие? Еще какие, ну? Вы откуда? Из Америки. Америка хочет дружить с Россией? Выгодно ей это? Вы знаете, что Трамп любит Путин, конечно. Мне просто кажется, что Америке невыгодно дружить с Россией. Не знаю, я люблю. Я живу здесь. Но, вообще, я люблю Россию. Ну, вот, я не знаю, вот, если каждый человек думает так, но, вообще, у меня друзья, которые любят Россию. Но политика это другой. Какая польза Америки от России? Какая польза Америки от России? Есть какая-нибудь польза? Какая? Польза какая-нибудь Америки от России есть? Не понял совсем, извините. Вот, для Америки, Россия может быть чем-то полезна? А-а-а, может быть. Чем? Чем? Не понял совсем. Ну, вот, для чего Америки дружить с Россией? А, для чего? В Америке же все есть. А, ну, что, вот, их нравится Ароссия или как вопрос? Это вопрос. Да? Ну, это интересный вопрос. Не знаю. Нет? Ну, это смешно, это шутка, но я не знаю.